История о войне из первых уст. В Дагестане вышел мини-фильм «Письма с фронта», посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Это авторский проект журналиста Малики Курбановой, реализованный совместно с сотрудниками Национального музея имени Тахагоди. Представляем вашему вниманию отрывки из фильма. Солдаты писали на клочках бумаги, тетрадных листах, обрывках тканей. В годы войны использовали любую возможность, чтобы передать весточку с фронта. Огромное количество реальных историй. Хранятся они десятилетиями на пожелтевших треугольниках. Кропотливо собирались на протяжении нескольких месяцев. Каждое письмо, каждая строчка насыщена любовью и трепетом. В преддверии 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне наши коллеги бережно изымали из архива письма советских солдат. Расшифровывали их, возрождая лица, характеры, чувства той кровавой войны. Раскрывая сердца молодых солдат и опытных офицеров. Суровых мужчин, передающих бумаги, свои откровения и боли разлуки. В фильме представлено множество историй и писем. Мы расскажем о судьбе самого юного из представленных солдат. Это Гарун Ахундов. Учился в школе номер один в Махачкалы. На фронт ушел добровольцем, будучи учеником 10 класса. Погиб в 1942 году. Последнее письмо написано родителям. Здравствуйте, дорогие мамы и Медхат. Извините, что долго не писал. Не было времени. С 3-го числа всего месяца участвовал в боях. Был на передовой линии. 4-го на рассвете был бой, в котором ранены Спианский, Вовка и Синий Толик. Ранены легко. Мы с Павликом живы-здоровы. Сейчас находимся на отдыхе в одной деревушке. Самочувствие хорошее. Чернила закончились. Приходится дописывать карандашом. Ну, пока. Привет всем родственникам и знакомым. Целую, угарю. Долгие месяцы работы представлены и на первой полосе газеты «Дагестанская правда». На этих страницах фотографии героев, уникальные документы и реальные послания с фронта. Патиман Ханапова, Даудгасанов. Новости ННТ. Махачкала.